Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по Северному потоку-2. Немецкая некоммерческая организация, да, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала США поддержку в объеме 1 миллиарда евро. Тем самым правительство якобы пыталось добиться отказа от санкций против Северный поток-2. Об этом сообщает Радио Свобода. Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта жиженого газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей. Саша Мюллер-Крайнер, исполнительный директор ДА, назвала эти сведения скандальными и грязной сделкой за счет третьих сторон. Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов жиженного газа на германском побережье Северного моря. В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на беспрепятственное строительство и эксплуатацию Северного потока-2. Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления. Напомним, министр экономики Германии выступил за достройку Северного потока-2. По его словам, в случае отказа немецкие компании потеряют гигантские инвестиции. Кроме того, СМИ пишут, что Германия может отказаться от газопровода Северный поток-2 после завершения каденции канцлера Ангелы Меркель. В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал сделку по газопроводу последним мостом между Берлином и Москвой.